Приветствую вас на момент записи этого ответа. У вас не было ещё никаких комментариев от моих коллег, поэтому, скорее всего, я повторюсь, скорее всего. Вот, скорее всего, что-то в том, что скажут мои коллеги, возможно, даже уже после того, как я опубликую свой ответ вам, потому что за то время они уже что-то напишут, будет повторение. Я прошу вас ответить к этому с пониманием, а также с уверенностью в том, что моей целью является именно и только помощь вам, без каких-либо других целей. С точки зрения психологии это очень важно. Очень важно, что именно только с точки зрения психологии, потому что никакая вот другая точка вроде на проблему для меня. как для психолога не существует никакой другой точки зрения. Вот, поэтому с точки зрения психологии получается, к сожалению, такая история, что вы, не осознавая этого, привлекаете к себе вот как раз таких мужчин, видимо, которые думают, ну вот, в вашем контексте, да, только о сексе и не о чем больше. То есть вы привлекаете таких мужчин, вы выбираете таких мужчин, то есть вот вы вполне можете выбирать таких мужчин. Ну, может быть, может быть, вы это делаете вполне неосознанно, да, вот. А почему вы это делаете? Ну, вероятно, из-за, с одной стороны, из-за страха близости, например, вы можете делать подобное. Вот, вы можете делать это из-за, скажем так, например, из-за запрета, какого-то вот психологического запрета на, допустим, создание семьи. Вот, то есть вы, ну, вы можете, вот, запрещать себе, значит, создавать семью. То есть вы, вы можете её достаточно сильно хотеть, да, вы можете достаточно сильно хотеть семью, да, вот. Но при этом вы можете также запрещать себе подобное, вот, не позволять себе подобное. И, соответственно, как, значит, ну, как следствие, да, выбирать из таких мужчин и вести себя так, что, значит, ну, ну, что к вам не будут относиться никак иначе, кроме вот как к женщине, с которой можно только заниматься сексом, да, и, в общем-то, больше ничего. То есть, нет, там, не семью создать, да, не сколько-нибудь, сколько-нибудь серьёзно относиться к, ну, к женщине и так далее. Вот, то есть, это, ну, вот, такой очень важный момент, что психологически вы себя защищаете посредством секса, вот, вы себя защищаете. Это первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы склонны видеть проблему в мужчинах. Не в себе вы склонны видеть проблему, да, а в мужчинах. И это, на мой взгляд, серьёзная трудность, потому что здесь имеет, ну, может иметь место быть такая жертвенность, типа, вот, все мужчины хотят со мной только секса, а никто меня не видит, а, значит, ну, никто не видит меня как женщину, да и так далее. То есть, это позиция жертвенная, это позиция безответственная, вот, по, ну, по отношению к себе самой. И это предполагает, конечно, определённые требования, определённые требования к мужчинам, определённые требования к тому, как они должны себя вести, вот. Без соответствующего поведения и без обеспечения поведения мужчин вашими средствами. То есть, от того, как вы себя ведёте, от того, как вы к себе относитесь, от того, как вы воспринимаете мужчин, от ваших целей, которые вы преследуете, например, желая построить личную жизнь, да, от фундамента, например, выстраивает, вот, ну, такую поведенческую, поведенческую мобиль. Вот, собственно, зависит то, будет ли у вас складываться желаемое адекватное поведение или нет. То есть, необходимо анализировать и корректировать, наверное, даже своё поведение, необходимо корректировать и анализировать то, как вы ведёте себя и как воспринимаете себя в контексте принадлежности гендера, скажем так. Вот, это очень такой важный момент, если на этот момент не обращать внимания, если на этот момент, если этот момент не прорабатывать, вот, то ситуация будет крайне негативной, к сожалению, для вас, ну, в принципе, я думаю, что вы с этим, с этим уже так или иначе толкнули. Вот, то есть, проблема здесь именно, вот, именно, именно и как раз в том, что вы не отдаёте себе отсчёта, в том, из-за чего, благодаря чему, подобная ситуация происходит, вы склонны обвиняться в этом мужчине, вот, о чём вы говорите, что где нормальные мужчины, и прочее, прочее, прочее. Ну, чтобы нормальные мужчины, да, ну, те нормальные, которые нормальные для вас, да, чтобы они, как бы, привлекались вами, чтобы вы их привлекали. Для этого необходимо, необходим соответствующий фундамент, соответствующий фундамент именно для отношений, вот, если этого фундамента нет, то и нормальные мужчины, ну, просто, неоткуда будет связаться нормальные мужчины, грубо говоря. Вот, поэтому, эм, так важно проанализировать, эм, именно ваше поведение, именно вашу поведенческую модель, вот, и увидеть, что вы можете делать не так, что вы можете, эм, делать деструктивно, и, соответственно, эм, соответственно, скорректировать уже это, эм, можно будет, говорить, эм, про, эм, ну, выравнивание, можно так сказать, наверное, выравнивание, э, вашей личной, личной жизни, вот. Эм, то есть, для начала, нужно определить, вообще, какой женщиной в отношениях вы хотите быть, да, и что вы делаете там, чтобы ею быть. Эм, дальше, но я уже никому не доверяю, что-то, ну, не так, ну, сказал, да, э, проблема доверия, это, э, проблема доверия в себе. То есть, вы здесь пытаетесь переложить ответственность, эм, за, э, ну, за свое спокойствие, да, вы пытаетесь, э, переложить на, э, ну, на другого человека, вот. В данном случае на мужчину, вы пытаетесь переложить ответственность, э, это, проблема, потому что, перелога, 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 перекладывая, вот так скажем, да, перекладывая ответственность, э, за, э, ну, за какие-то свои, э, вещи, за какие-то свои желания, за свои проблемы, за свои трудности, вот. Перекладывая ответственность, вы, э, в общем и целом, э, подвергаете себя достаточно серьезной опасности, вы подвергаете себя опасности, э, ну, вот, скажем так, зависит от, э, э, от реакции человек, вы подвергаете себя именно вот, э, такой опасности, а это, э, любого человека, э, будет, э, будет, тревожит, любого человека будет нервировать, потому что, э, э, ну, в совершенном, понятно, что, ни о какой, э, стабильности в данном случае речи, речи не идет. Вот, поэтому, так важно, чтобы за свою безопасность отвечали только вы, чтобы никто больше за вашу безопасность не отвечал, чтобы отвечали вы. Вот, это важно, а это необходимо. Поэтому вопрос доверия, это вопрос доверия именно конкретно, э, себе, это вопрос, э, 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 как бы, отношения, вот это. Это вопрос, э, вашего отношения к, э, 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 своим, ну, скажем так, э, 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 сомнениям, которые у вас, э, э, ну, которые у вас могут, могут, могут быть э, 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 вот, э, 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 к сомнениям относитесь негативно, если вы к сомнениям твоим относитесь деструктивно, то ситуация, конечно, будет складываться совершенно не в вашу пользу. Дальше. Где нормальные мужчины, воспитанные как ребят на средствоважении. Почему все так? Ну, нужно налевать. Я запытываюсь, помогите понять себя, почему в личной жизни мне не получается. Ну, опять же, смотри, здесь ключевой момент заключается в том, вот именно ключевой момент, здесь заключается в том, что для понимания вас, вот именно для того, чтобы вас понять, нужно больше информации про вас, нужно больше знать вас, нужно больше понимать именно вашу, ну, вашу ситуацию, вот. вот. А если мы не понимаем вашу ситуацию, вот, например, как, ну, как вот, как сейчас, да, мы не понимаем вашу ситуацию, вот, то, соответственно, и помочь вам достаточно сложно, потому что все, что у нас есть, это вот крайне небольшое количество информации. вот. 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 Поэтому я думаю, что вам нужно выбрать себе специалиста, вот, вам нужно выбрать психолога и поработать с ним на тем, того, что вас волнует. да, верится ему, а вот, желательно, чтобы это был мужчина, потому что вам необходимо, необходимо учиться общаться с мужчинами, вот. А, и учиться, наверное, тому, чтобы не обобщать, чтобы не судить, а, обо всех мужчинах по некоторым, а, обо всех мужчинах по некоторым людям, вот, чтобы не судить. Самый сам. Да, конечно, есть такие мужчины, которые думают только о сексе, но вас это никоим образом задевать, в общем-то, не должно. Понятно, если вас это начинает, значит, вы в чем-то неверны в себе, вы болезненно на что-то реагируете, если вы на что-то болезненно реагируете, значит, здесь речь идет про, а, ну, какую-то вашу, скорее, потребность в чем-то, вот, и, соответственно, в отношениях вы пытаетесь решать эту проблематику, вот. А решать личную проблематику в отношениях, ну, значит, ставить себя, ставить себя в уязвимое, крайне уязвимое положение, вот. А, ну, я думаю, как здорово? И в лень, влень. А. So, вам обязательно. вот состояние, к сожалению, такой вот момент. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я надеюсь, что помог вам. Повторюсь, я свой ответ давал с точки зрения психологии. Вот, если вы обращались к эзотерикам, то я думаю, что вам нужно перенести свой вопрос в свой вопрос. И, соответственно, решите для себя, в каком направлении вы хотите двигать, ну, например. Я желаю вам удобства, я желаю вам всего самого доброго. До свидания. До свидания.